Здравствуйте, друзья! У нас Ирина Сидельникова, которую я попросил ответить на ваши вопросы, потому что мы буквально пару дней назад показали там какое-то количество местной недвижимости, и было много вопросов. Мы думаем, раз такое дело, ответь ему. Да. Я хочу, во-первых, сказать большое спасибо Михаилу и Светлане за то, что нам предоставили возможность показать вообще, что у нас есть, чем мы богаты. И, конечно, огромное особое спасибо слушателям, потому что я вам скажу, что я сама даже не ожидала, что будет такой интерес. И спасибо. Значит, наша работа удалась, грубо говоря. Много заинтересованных комментариев. Значит, с сегодняшнего разговора я хочу, так как мне уже получили звонки, так как мне уже начали писать имейлы, я хочу собрать, ответить на самые такие вопросы, которые мне показали, что они типичные. То есть люди спрашивают и отвечают. Поэтому я буду очень кратко касаться, и если учесть, что вопросы рассчитываны на людей, как Михаил говорит, новичков, то есть имеется в виду людей, которые приезжают и ничего практически не знают, как функционирует здесь система недвижимости, как снимать, как покупать, и одновременно на тех людей, которые живут в других штатах. То есть мне звонили с Калифорнии, мне в Чикаго звонили. У вас, где другая немножко система, отличается от покупки и аренды системы. Значит, первое я хотела бы коснуться вопроса аренды. Значит, по аренде. Значит, давайте терминологию. Тенант – это человек, который снимает квартиру. Лендлорд – это человек, который, то есть хозяин квартиры, который снимает. Сдает. Сдает квартиру. Значит, первый вопрос, который у меня возник несколько раз по поводу. Если, например, вы подписываете контракт, и у вас описано, что вы в контракте, квартира сдается за 1200, то вы платите только тенант, платит только 1200. И оплачивая там, например, интернет, электричество, больше никаких расходов он не несет. Все остальное, убирание мусора, территории, если что-то ломается в самом юнити, в самой квартире, это все оплачивает лендлорд. Ну, или должно оговориться. Вот у нас, например, вам говорят, включено вот это, вот это, вот это, а, допустим, воду ты сам платишь. Или электричество сам. Да, да. Вам скажут. Да, то есть это все по контракту, но, в принципе, если это цена 1200, значит, это все туда входит. Второй вопрос. По поводу, вот мне тоже задала женщина интересный вопрос, по поводу, значит, я сказала, что одна квартира с ним сдалась в течение трех, там, четырех дней. Да. Значит, три-четыре дня, это когда тенант приходит, смотрит квартиру, подписывает контракт, а пока они там ставят последние подписи, после этого нужно будет сдать application в home association, то есть management, что это значит, что management проверяет ваши криминальные, там, если вы были как-то в чем-то уличены, замешаны, да, и, таким образом, дел дает вам аппровол, то есть дает вам согласие на то, чтобы вы находились в этой комьюнити. Это берет от 10 до 14 дней. Поэтому, когда мы говорим, что квартира сдалась за такой срок, имеется в виду физически, когда подписан контракт, остальное это уже все равно нужно будет продолжать. Наверное же, еще вот когда человек съехал, нужно как-то освежить. Освежить, конечно, конечно. Но здесь опять-таки, вот мы ставим, так вот я почему говорю, что мы ставим квартиру на аренду вот за месяц до того, как человек съезжает. Если человек пишет, что, например, он говорит хозяину квартиры, что я съезжаю, мы практически начинаем ставить это на аренду и показываем квартиру. Безусловно, это не создается особый дискомфорт тенанту, то есть все стараются быть кооператив. И поскольку, опять-таки, в основном во Флориде берется первый, последний и security deposit. То есть каждый тенант хочет получить свой security deposit обратно, поэтому в основном у нас не возникает проблем на это. В Калифорнии он еще имеет право на то, чтобы это было с процентом, с интересом каким-то там небольшим. Да, у нас по правилам Флориды хозяин, лендлорд должен хранить деньги на определенном аккаунте, без интересов. То есть это все уже нюансы, которые... Да. Дальше вопрос. Значит, вопрос по eviction. Тоже возник. Выселение тенантов. Значит, я вам скажу так. У меня за 18 лет было, наверное, два случая таких. Как делать? Я говорю только за правила Паун-Бич-каунти, вот, которые у нас здесь, за наш район. Значит, здесь в течение месяца практически... В течение месяца практически тенанта можно выселить. Независимо, сколько детей, независимо, это большая семья, маленькая. Это упрощенный процесс, потому что во время фуркложек, когда это был 10-й, там, 12-й, 14-й год, просто люди занимали квартиры, жили бесплатно, поэтому это все упрощено. Я всегда, конечно, советую, чтобы вы делали с помощью адвоката. Адвокат стоит от 1000 до 1500 долларов. На выселение. На выселение. Здесь существует такое правило, это несколько, ну, как сказать, степс, несколько шагов. И первое, это дается 3 дня ноты с о том, что тенант должен выехать, выселиться. И здесь, когда, в принципе, тенанты получают вот эти 3D из нот от адвоката, то они выезжают. Таким образом, вы меньше платите адвокату. То есть адвокат на самом деле представляет большую угрозу, чем сам жилец, поэтому, скажем так, связываться с адвокатом более стремно, чем с хозяином. Да, а во-вторых, я вам так скажу, что если у вас в кредитной вашей, вот, в граунде, это именно проверяется, стоит то, что вам делали eviction, я вам скажу, что вас никуда, наверное, не возьмут. Потому что во Флориде это, ой, я не знаю, как про другие штаты, но во Флориде на это очень-очень обращают внимания. А это идет куда-то в кредитный репорт? Это весь, да. Как только адвокат делает вот этот файл, процесс выселения, то это остается на вашем репорте, чтобы это все знали. Так, вопрос, который мне очень, я не подумала об этом вопросе, но меня спросили, если, например, на 6-7 месяцев, да, у нас во Флориде можно снимать квартиру и 4 месяца, и 3 месяца, но здесь существует правило, что если вы снимаете меньше, чем 6 месяцев, официально снимаете, то таким образом, у меня солнце, глаза. А мы подвинемся. Да, спасибо. То таким образом, вы должны будете платить, это лендлорд опять должен будет платить, 12,5 туристические такси. Это вот у нас в Флориде такое есть. Как гостиница. Да, поэтому, если мы составляем контракты, есть возможность сделать, например, 6 месяцев и 2 дня, вы уже не платите. Вопрос, который тоже у меня, я как-то, значит, можно ли вообще, вот, я все время рассказываю за частный сектор, то есть я говорю за то, что за квартиры, которые сдаются, которые принадлежат людям. Но существует еще целый комплекс, который называется rental communities. То есть имеется в виду, что это принадлежит какому-то одной корпорации, у них свой, опять-таки, менеджмент, свои правила, у них проще процесс поселения, у них, они, только свои параметры, у них есть люди, которые без кредитной истории, с маленькой кредитной историей, даже если там кто-то был, грубо говоря, в тюрьмах, там разные какие-то моменты, они это оговариваются, но у них это стоит дороже. Просто, чтобы вы знали. А закон не запрещает дискриминировать на основании криминального рекорда? Нет, дискриминации нету, дискриминации нету. Но есть такая вещь, если вы этого не открыли, то вас, конечно, нигде, оно все равно проявится, даже если это в других штатах. То есть это не рассматривается как дискриминация? Нет, 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 нет. Просто это, и я вам говорю, что есть комьюнити, которые работают с людьми. Просто люди должны знать, что если как что-то есть, что-то у них есть, то всегда лучше об этом сказать, таким образом нужно работать с конкретным комьюнитием. Насчет собаки большого размера или количества собак и так далее. Вот у нас, например, есть комплексы подороже, которые намного мягче относятся к собачьим делам, но они реально подороже. Значит, это тоже вопрос, когда я его поставила в раздел продажи. Значит, мне задали вопрос, вообще может быть свобода в такой стране, как Америка? Вот так звучал вопрос по поводу, например, собак. Да, есть такая свобода. То есть то, что мы с вами смотрели, это называется restricted area. То есть имеется в виду, что это комьюнити, в которых всегда существуют какие-то свои правила. И люди, прежде чем покупать или ориентовать, они должны узнать эти правила. Если вам не нравится, вы идете в другую комьюнити, в другой комплекс. Но существует понятие non-restricted area. То есть имеется в виду, где нет ограничений. Вот, например, в Палндыче, это очень ария называется acreage. Это целый кусок земли, акр. Вы можете там делать все, что угодно. Вы можете держать там собак, слонов, коз, куриц, все, что угодно. И это большая часть из земли. Вам никто не имеет права сказать, какие у вас собаки, какие у вас... Отлично. Поэтому, опять-таки, есть люди, которым там очень нравится. И причины, почему им нравятся. Поэтому, опять-таки, я хочу вернуться, я, наверное, повторюсь, к тому, что когда вы приступаете к выбору жилья, а не важно, это аренда или это покупка, вы должны точно знать, что для вас актуальна и цена на данный момент. Если у вас много детей, то вам нужны там, где детские площадки, где более защищенная такая ария. Если у вас, например, большие собаки, вы тоже должны знать там, где люди любят собак, чтобы вам не было никаких претензий. То есть, если вы молодой человек и вам нравится, как говорится, ночной образ жизни, то вы должны жить там, где это все есть, ночной жизнью. Там был комментарий один, который меня, ну, как-то немножко так зацепил. Там парень говорит, вот когда, если вот вы там будете, вот в этом комплексе, и вот соседом у вас будут какие-нибудь там шумные там какие-то люди, и вот тогда у вас проблемы. Я в своей жизни сталкивался, знаете, мы жили в Кондор, и у нас соседка была китаянка, и она любила готовить. И вот когда у меня окно открыто, и у нее окно открыто, так? Да. Она все жарила не просто с чесноком, а так с чесноком, что за километром было чесноком. И все было в нашем окне. Вот что с этим делать? Значит, ну, с чесноком вы, конечно, ничего не сделаете, это извините. Но что касается шума, существует правило, до 11 часов, ну, к сожалению, люди могут шуметь, парить, все. Если это 11 часов, одна минута, вы можете вызывать полицию. Поверьте, успокаиваются абсолютно все. Если, например, другая ситуация, многоквартирный дом, вот вы на втором этаже, а на третьем они топают. Дети, вот дети бегают, но что делают? А вы пришли со смены, вы спите. Нет, вы в данном случае тоже не можете. Ну, разве что это ваш дом, вы поставите изоляцию, это квартира. Но, значит, тогда, если вы... Есть люди, которые не чувствуют этого, а есть люди, которые чувствуют. И вы, опять-таки, зная себя, и что для вас тишина важна, значит, вы должны брать верхний этаж. Вот я вам так скажу. То есть верхний этаж гарантирует вас от шума сверху. Да, да. Разве что дождь будет стучать. Ну, да, да. Хорошо, нет, это неплохо, это путь. Но, опять-таки, почему я отвечаю на эти вопросы? Потому что вы должны четко знать, вы знаете себя правильно, вы едете в новую страну. Вам нужно взять язык и здоровье. Вы должны выучить английский язык и проверить по здоровью. Остальное все вы должны знать, что для вас важно. Если, я говорю, вы работаете 24 часа в сутки, конечно, вам важно прийти, чтобы это была спокойная тишина. Если вы хотите новых знакомств, если вы хотите бурной жизни, вам нужно жить в даунтауне, там, где это все. Ну, вот знаете, что меня немножко так настораживает? С одной стороны, мы понимаем абсолютно, что если ты знаешь, чего ты хочешь, то оно, конечно, проще. С другой стороны, как много есть вообще людей вокруг, которые таки, да, знают, что они хотят, пока они не наработают на проблему, не скажут, оказывается, это тоже важно. Вот есть действительно люди, которые точно знают. Вот сколько их таких процентов отначают? Конечно, правильный вопрос. Ну, вы знаете, успокаивает то, что вы проживете всего год там, если вы снимаете квартир. Ну, в принципе, если там что-то такое реально нехорошее, то вы можете, наверное, разорвать конкурс. Да, вы можете сказать менеджменту, вы можете сказать, что вас беспокоит все. Они тогда вас, если это, например, rental community, тогда вас просто переселяют в другое место. Есть такие случаи. Но, понимаете, существует все равно, в этих комплексах существуют какие-то правила соседства. И это правила, которые существуют, это гласные, негласные правила. Во-вторых, я всегда советую всем, кто покупает квартиры, обязательно проехаться туда вечером. Обязательно поехаться в выходные. Вы хотите, нужно зайти туда посмотреть какой-то день, когда люди вечером пришли с работы. То есть, я говорю, есть возможности. А можно и с соседями поболтать, кстати. Можно. У нас был случай, мы жили в квартире, это был кондо, и мы снимали угловую квартиру. И наши окна, так как бы смотрели на две улицы, пересекающиеся, и вот там был светофор. Но я думаю, ну светофор, чего мне светофор? А выяснилось две проблемы. Проблема первая, ночью, когда человек стартует с этого места, то там движок создает такой звук. Самое интересное, даже не это. В час ночи, в два часа ночи, в три часа ночи, латинос, которые возвращаются с работы по уборке зданий или еще чего-то, у них окна открыты. И все. И музыка гремит вовсю. Знаете, и это не сосед, что вы можете в полицию пожаловаться. Это где-то там на улице, понимаете? Да, поэтому, опять-таки, если вы снимаете квартиру, это как бы облегченный вариант. Если вы покупаете, все-таки вы должны провести homework, вы должны посмотреть по Google, где оно находится, как я одену очки, потому что не знаю. Давайте, давайте. Где оно находится, какое расположение находится близко, например, машины, которые пожарные или какие-то другие. Вы как риэлтор пытаетесь вычислить как можно точнее, что он хочет? Потому что очень многие люди не знают. Вы знаете, я думаю, что после каких-то разговоров, потому что я задаю вопросы, которые меня не просто, потому что мне интересна жизнь там людей. Я задаю вопросы, которые важны для определения каких-то стандартов. И вот когда эти стандарты определены, то тогда уже запускается то, что лучше в такой комьюнити, в такой комьюнити, здесь как-то все. То есть дается выбор. Но, в принципе, конечно, стараемся войти в ситуацию и индивидуально подходить каждому человеку. Но все-таки у меня такое сложилось ощущение, когда мы с вами ходили, смотрели на разные здания, что все-таки выбор есть. То есть не то, что ты завязан, либо эту квартиру берешь, либо пошли куда-то за 10 километров уедешь. Конечно, конечно. Я показала только то, что близко к 95-й. У нас не так было много времени. Я постаралась показать именно типичность квартир, которые есть. Если, например, взять 10 минут дальше от 95-го, у нас тоже есть таунхаузы. Они могут быть на 5 тысяч дороже. Может быть, там где-то на 10 тысяч дороже. Опять-таки, зависит от того, что сделано внутри. Но вот в этом прайс-рэнче всегда можно что-то найти. Спрашивают иногда. Знаете, я вздрагиваю внутренне. Но там говорят, а есть ли там квартиру? Можно ли купить квартиру тысяч за 50? Нет. Такую квартиру можно купить, но это комьюнити 55 и выше. Это комьюнити для людей 62 и выше. Есть такие цены? Есть такие цены. Да, это комьюнити, но там очень строго. Там должны жить только люди, которые 55 и выше. Если ребята молодые, давайте забыли о специальных. Вот просто свободный рынок для молодых ребят. Ну вот у нас это где-то 100 тысяч. Это самое дешевое, что можно найти. Понял, понял. Хорошо. Потому что мне кто-то говорит, а вот в Майами мы видели какое-то видео у кого-то за 50 тысяч квартир. Я вам еще раз говорю, да, такое есть, но это комьюнити 55 и выше. Все, понял, понял. А я подумал, криминальное место какое-то. Нет, нет. Ну, не без этого, да. Нет, ну вот. Хорошо. А вот все-таки мы с вами были в Вест... Палм-Бич. Палм-Бич. Мы были в Джуни-Порн. Вот я хочу повторить, да, где мы были. Мы были в Вест-Палм-Бич, мы были в Палм-Бич-Гарденс, мы были в Джупитер, мы были в Джуни-Бич и на Джупитер-Айленд. Вау. Значит, все это мы проехали, то есть расстояние это 10-15 минут от одного города до другого. Это как бы районы. Значит, я хотел еще сказать два слова по поводу Вест-Палм-Бича и Палм-Бича. Значит, Палм-Бича исконно был себе город маленький, Вест-Палм-Бич, маленький город. После этого, в начале 20-го века, приехал Флаглер, очень богатый предприниматель, Билдер, да. Он построил первую железную дорогу здесь. И он, когда приехал сюда, то он начал строить вот этот город в Палм-Биче, когда начал привозить сюда людей, очень известных художников, архитекторов. И вот он построил город практически Палм-Бич, который был как зимняя резиденция вот этих богатых людей со всей Америки. И они начали, да, это очень дорогое. Супердорогое, да. И он начал строить, это как для Вест-Палм-Бич был построен, как обслуживание для города Палм-Бич. То есть Вест-Палм-Бич, это как рабочая окраина? Была. Сейчас, на сегодняшний день, это совершенно самостоятельный, самодостаточный город. Развитые самые индустрии, это, конечно, госпитали, все, что касается, хорошо, хорошо, у нас довольны. Частная система сервиса всего абсолютно. А инженеры есть какие-нибудь, вот вам попадались? Есть. Это все, что касается строительства, потому что здесь очень много всего строится. Поэтому тоже... А вот есть такое, чтобы наши соотечественники, но не так на стройке там мастеровыми, а вот именно инженеры, проектировщики? Да, и я хочу сказать, что этих ребят очень ценят. Единственное, конечно, если бы они могли получить лицензию, то тогда это вообще, это зарплата, насколько я знаю, в полтора раза дороже сразу. Но если, вот я знаю, что вот ребята приезжают и их с руками, с ногами берут, то есть проблемы найти в этом плане работы нет. А вообще с работой что происходит вот сейчас? Вы знаете, в зависимости от какой отрасли. Отрасль сервиса, я имею в виду опять, рестораны, все, гостиницы, все. У нас много этого, есть работа. Что касается, опять-таки, частные маленькие бизнесы, которые... Выращивание овощей, вот так вот до такого. Есть работа, строительство. Бесконечная. Ну, розничная торговля, правда же? Конечно. А тракинг популярен? Да, да. Это вот, я думаю, что опять-таки вам будет интересно поговорить с Майами особенно. Очень многие люди, дальнобойщики, правильно? Вот они едут, и это хорошие деньги. Это тяжелая работа, но это очень хорошие деньги. Но популярно. Популярно, конечно, популярно. И опять-таки во Флориде, особенно в сезон, потребляемость огромная. Поэтому здесь все живет, оживает. Ну, у вас, а сезон это когда? Сезон, я говорила, это считайте, с конца ноября до апреля. Это такой бархатный когда сезон идет? Да, это самый пик. Я говорю, никто не спит, мы здесь зарабатываем денежку. Хорошо. Потом отдыхаем. Так, а что у вас еще в списке? Так, я хотела еще коснуться вот этого магазина, который меня спросили по поводу дешевых appliances. Да, дешевые спиральные машины, холодильники. Бренд Smart USA. Еще раз? Бренд Smart USA. Бренд Smart USA. Это не то, что секретное место? Нет, абсолютно, абсолютно. Это большой магазин. Я говорю, но он почему-то только у нас здесь и в Джорджии. Вот это два магазина, это сеть, вот они сделали. Это локал магазины. Все-таки перевод денег, вот у него есть там, не везтишь ему в чемодане? Нет. Вот как бы человек, счета в Америке у него нет, перевод он сделать не может. Как ему рассчитывать? Вот он хочет купить квартиру, неважно, из Англии хочет купить, там из Новосибирска. Как он должен рассчитаться за покупку? Вот это я хотела один из вопросов. Значит, когда продается квартира, всю сделку оформляет у нас так называемая тайтл компания. Значит, тайтл это право владения квартирой, право собственности. Тайтл компания это по, проще объяснить, это нотариальная контора с адвокатом. И они имеют право хранения вот всех этих денег, подписывания, проверяния всех документов по поводу квартиры, есть там какие-то задолженности, если там какие-то аресты наложены или все. Все это должно быть очищено до заключения сделки. В день заключения сделки должно быть, опять-таки, хозяином квартиры очищаться. И можно деньги переводить прямо туда, к ним. То есть тайтл компания отвечает за легальность сделки. В частности, она же фактически перечисляет деньги. И покупателю, и берет деньги с продавца. Поэтому, если есть возможность переводить деньги, значит, нужно переводить прямо на эту тайтл компанию. Но нельзя вот приехать с чемоданом денег и прийти в тайтл компанию и дать им чемодан. Так нельзя. Я тоже, у меня уже несколько человек спросило. Я хочу подчеркнуть, ребята, я могу вам помочь любыми вопросами объяснить, как делается все. Но что касается перевода денег, вы должны обязательно проверить пути, как вы можете перевести. Каждая страна имеет свои правила, через какие банки, через какими путями. Но это уже ваша ответственность. Да, хорошо. И вот здесь я хотела подчеркнуть один момент. Тоже меня, вот два человека меня спросили. Я не буду проходить по контракту. Но когда вы подписали контракт, называется effective day, мы оставляем 10, самое большее, 15 дней. Это так называемый inspection, cancellation period. Что это значит? Что вот эти 10-15 дней вы можете узнать о квартире все, что вы хотите. Вы можете узнать о менеджменте, я помогу ответить вопросы все какие-то есть, подводные камни какие-то, если есть. Все это вылазит. Если на 15-й день, например, вы мне говорите, Ира, я не могу сделать, или вы поняли, что вы не можете перевести деньги или что-то, таким образом, вам не нужно объяснять даже причину. Мы просто пишем email, мы заполняем документ, и ваш первый deposit, который вы положили, вам возвращается. Это так называемое выйти из контракта. То есть у вас есть две недели, чтобы выйти из контракта, и это может быть результат инспекции. Это может любой результат. Это ваша личная игра. Вот во Флориде мы не должны сейчас. А, окей. То есть в Калифорнии вы должны объяснить. А здесь я говорю, что мы не должны объяснить. Поэтому, когда вы решились, ребята, и подписали контракт, и выбрали, а вдруг вы там через три дня поняли выморочное состояние, что вы не можете по каким-то причинам, не бойтесь, у вас еще время подумать и отойти после шока. Они не могут сказать, знаешь что, давай еще 10 тысяч. Вот мы так подумали. Нет, 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 нет. Это у вас есть две недели, а у них нет. Так, хорошо. Это приятно. Так, теперь что я хотела сказать. Опять-таки момент по поводу, это первое, вот то, что я, да, когда вы положите, еще второй вопрос, когда вы положите второй security deposit, вот на пятнадцатый день, например, и вы сказали, все, escrow, вернее, deposit, вы сказали, все, мы покупаем эту квартиру. Так. И уже на шестнадцатый день ваши деньги не возвращаются. Поэтому вы очень четко должны решить, покупаете вы квартиру или нет. Я подчеркиваю это, чтобы потом не было никаких драм. Вот это самое главное. Это важно понимать, конечно. Это очень важно. Теперь, если вы, например, сделка должна стояться первого декабря, а вы видите, что вы не можете там, вот вы не успеваете перевести деньги, опять-таки по правилам Флориды вам 10 дней должны дать официальный extension, то есть продолжение контракта. То есть вы имеете право на экстеншн. Да. Помимо этого, конечно, всегда мы стараемся работать с покупателями, продавцами, но 10 дней, они обязаны вам дать. Так что тоже в обморт не платят. А если, например, прошло 10 дней, и они вам уже не обязаны, все равно можно переговорить и дать… Можно. Ну да, причина. Потому что, я говорю, бывает такое, что люди не могут привезти опять деньги. Все это связано в основном с этим. Потому что все хотят, чтобы транзакция прошла, а не наоборот. Хорошо. Теперь еще, вот вопрос по поводу задолженности. Вот у меня несколько раз молодой человек спрашивал, я думаю, что это вопрос, который у всех как-то станет. Значит, что квартира, вдруг, например, я закрываю, покупаю квартиру за кеш, а завтра мне кто-то звонит в двери и говорит, что вы должны мне 100 тысяч, например, там 20 тысяч, что против этой квартиры лежит арест. Такого быть не может. Значит, во-первых, тайтл-компания проверяет абсолютно все долги, абсолютно все аресты, все нюансы. Во-вторых, они вам дают так называемый иншуранс, который покрывает стоимость вашей квартиры. То есть, если вдруг когда-нибудь возник такой вопрос, они вам должны вернуть эти деньги, потому что это была их ошибка. То есть, грубо говоря, так, они заплатят за вас эти деньги, их страховка заплатит за вас эти деньги. Да, 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 поэтому это тоже обязательный вопрос. Так, еще два вопроса, самый главный. Это, значит, вы покупаете это за кеш или вы покупаете это за кредит? Ну, кеш имеется в виду, это не действительно зеленые бумажные деньги, это имеется в виду, может быть, переводом со счета. Вы не берете кредит. Не берете кредит в банку. Да, да. Значит, когда мы говорили, вот я обсуждала с двумя женщинами из Калифорнии, кстати, по поводу кредитов. Если вы берете кредит, у вас дополнительные расходы идут на ваш, потому что вы берете кредит, вы платите проценты, вы платите больше на клоузинг. То есть, имеется в виду, да. Поэтому возврат 5-6 процентов, о которых мы говорили, у вас уменьшится. Вы должны очень четко это учитывать. И в себестоимость. И я не могу вам, я не есть моргидж-брокер. Пожалуйста, позвоните. Я уже нескольким человеком дала праздных моргидж-брокеров, которые могут вам помочь. Но самое простое, придите в свой банк, любой. Скажите, я хочу взять кредит. Пусть они сделают вам кредит-репорт. Они очень детально банки делают, как никто другой. У вас это будет на долгое время. И они вам могут сказать вашу реальность. А дальше мы уже будем начинать работать. Там палка о двух концах. Я как человек, который покупает периодически, мы каждый раз думаем, как взять. Даже если достаточно налички. Мы думаем, хотим ли мы, чтобы был моргидж, потому что это списание с налогов. То есть, с одной стороны, у тебя из прибыли, которую ты получаешь от аренды, ты вычитаешь то, что ты платишь в моргидж. С другой стороны, этот моргидж позволяет тебе списать с налогов. Я, например, плачу, у меня налоги 50%. Значит, если я в моргидж отдал 100 тысяч, так я 50 тысяч налогов не заплатил. Это палка двух концах. Высходя из ситуации каждой, ну просто, опять-таки, поговорите с моргидж-брокером, походите со своим бухгалтером, что вам выгоднее, как выгоднее. Я могу вам подсказать какие-то моменты, но я не есть человек, который компетентный. Это очень личностный вопрос. Я скажу ребятам, которые эти вопросы задают, я хочу сказать из своего опыта, почти 30-летнего жизни в Соединенных Штатах, что если вас могут, в данном случае Ирина, направить к правильному человеку, это в тысячу раз важнее, чем если бы вдруг Ирина там сходу вам что-нибудь ответила. Потому что, может быть, точно, может быть, не точно, но вот высочайшая квалификация состоит в том, что на любой вопрос мы знаем, к кому пойти поговорить. Вот это класс. Спасибо большое. И еще по поводу адвокатов, опять-таки, конечно, есть адвокаты. Вы можете поговорить, есть русскоговорящие, есть англоговорящие. Вы должны знать, что вам нужно, а мы постараемся это все помочь. Все. И последний вопрос я хочу тоже затронуть. Это по поводу... Вот мне позвонил молодой человек и сказал, вот я хочу, чтобы вы мне рассказали подводные камни. Какие подводные камни? Так он задал вопрос. Ну, я сказала, вот это при контракте, что вы точно должны знать, когда вы можете уже... Deadline, когда после escrow deposit, что вы дальше уже теряете этот депозит, если вы не закрываетесь. Второе, например, это если вы покупаете вот такой называемый special assessment. Вы поймите, что если... То есть, что такое special assessment? Это когда дают деньги на... Собираются с хозяев квартир на определенную функцию. Например, покрасить балконы, перестроить лифты, там, например, сделать новый спортзал. И тогда, например, решается вопрос, опять-таки, советом директоров, и они принимают то, что, например, каждый человек должен заплатить 1000 долларов. Грубо говоря. Вы не должны платить это сразу, вы должны будете платить это по... Называется payment, разделенный на разную оплату. Но дело в том, что от этого никто не застрахован. Если, например, представьте себе у вас машина, и вы должны менять колеса. Бывает такое, правильно? Бывают какие-то вещи, которые вы должны будете... Это входит в состав maintenance. То есть, подводный камень состоит не в том, что он купит, не зная об этом. Когда он покупает, он будет знать. Но оно может просто случиться на следующий день. Оно может случиться на следующий год. Оно может случиться через три года. Просто это момент, который люди начинают... Вот, мы не знали. Вы должны знать, что существует... Такое существует. Это касается любого кондоминиума, любого таунхауза. А может так быть, например, что вот у нас было такое в Калифорнии. Вот мы живем в комплексе, и дальше общее собрание жильцов собирается, говорят, что-то тенанты эти замучили. Давайте так, вот скажем, не больше трети юнитов может быть рентовано. И дальше, получается так, вы купили, и вы имели в виду сдавать, а они говорят, мы тогда, значит, по правилу сеньорити, кто раньше сдал, значит, у того остается. И говорят, ты больше не можешь сдавать. Вы знаете, может быть такое, теоретически может быть, но здесь существует такое понятие «grandparents», как... Да, grandparenting, да. То есть имеется в виду, люди, которые купили по правилам, вот до дня, когда вышло это новое правило, до этого купили, то они остаются функционировать и сдавать по правилам. То есть не имеют обратной силы. Да, да. Хорошо, это хорошо. Ну... Я бы вот ответил на этот вопрос насчет подводных камней. Это зависит от человека. У каждого человека свои подводные камни, потому что каждый человек, наткнувшись на что-то, может сказать, да если б я знал, понимаете, заранее, а другой, узнав об этом, даже не отреагирует, понимаете. Поэтому есть элемент субъективного. Когда ты каждый год десяток покупаешь, продаешь, это один вопрос. Когда у тебя один, а ты еще в другой стране, и так далее, и так далее, может такое... Ну, как знать заранее? Я знаю, но я поэтому хочу хоть как-то дать какие-то вещи, чтобы люди не чувствовали себя обманутыми, понимаете, или не чувствовали себя, вот нам не сказали. Есть вещи, которые закономерны. Опять-таки, это вы должны относиться, как я говорю, как вы свой дом имеете, вы должны будете там убирать, правильно что-то чинить, что-то все. Может быть, знаете, что давайте сделаем? Вот когда человек покупает недвижимость, есть такое понятие, как дискложер. Да. Ему обязаны некоторые вещи, по закону, его обязаны проинформировать, и он подписывается, что он курсер. Вот что входит в дискложер? Например, какие вещи там обязаны ему сказать? Ему обязаны сказать, сколько стоит он должен платить месячную оплату. Ему должны сказать обязательно, есть ли на сегодняшний день вот этот асессмент или нет. Но опять-таки, вы не застрахованы, он может быть через год, может быть через два. Нет, вот то, что положено. Да. Вы должны, какие правила, вот опять, какой паркинг у вас, и есть ли этот паркинг закреплен за вашей машиной. Помимо этого, существуют еще опять документы, такие как бюджет, например, существуют еще другие документы, которые мы всегда требуем от продавца, и показываем это. А вот, допустим, наличие асбеста, какие-то инспекции. Есть, но вы знаете, асбеста, это все, это у нас все-таки до 78-го года, а все билдги, которые я вам показывала, это уже 88-90-е годы. А может быть там прессинь была, может быть там убили кого-то. Для этого существует, значит, такие вещи, как вы сказали последнее, мы не имеем права как бы говорить об этом, да, потому что это, но, например, если вы, я всем говорю, чтобы сделать инспекцию, я вот хотела сказать, что эти 10-15 дней, которые у вас есть, после подписания контракта, лучше всего обязательно нанять инспектора, это стоит, может быть, в зависимости от величины квартиры, это может быть там 200-250 доллара стоит, но зато вы будете знать все, они делают инспекцию на плесень, работает кондиционер, что, если какие-то очень такие вещи, на окнах, и вы знаете, что у вас хорошо, что у вас плохо. А у вас бывают термиты здесь? Термиты, в основном, бывают там, где есть не бетон, а там, где именно в деревяшке. Вот у нас большая проблема, там, потому что у вас деревяшки, да, термиты делают, вот, например, как мы показывали, таунхаузы, там, под крышей, там идет деревянная, термитная тоже инспекция есть. Ну, хорошо, то есть, да, больше того, есть же такое понятие, что вот, если какие-то вещи не прошли инспекцию, они должны быть или починены, или должны дать кредит. Да, да, то есть есть вещи, которые они обязаны починить, как там, тайтл у нас, там, тайтл фор у нас, как-то называется, как у вас. Ну, у нас, например, вот, если что-то не работает, должна работать стиральная машина, должно все это работать. Как говорится, если оно поломалось там через 5-10 дней, то это, мы ничего не можем сделать, но во время инспекции и во время, перед тем, как вы идете на клоузинг, подписывать документы, или, например, присылать деньги, обязательно все должно быть работать в таком состоянии. Я просто что хотел сказать, что человек беспокоится, но я хотел сказать, что есть еще закон, который его защищает. Он, может быть, не защищает его на 100% с учетом всего субъективного, но с учетом тех исторически известных проблем, которые бывают, приводят к судебным тяжбам и так далее, и так далее, это все включено. И еще я хотела сказать, тоже вопрос мне задали, вы не должны, подписание всех документов со стороны покупателя сейчас идет электронным способом. Да. Вы не должны приезжать сюда. Вернее, это очень хорошо, если вы приедете, ваши родственники приедут, посмотрят, пожалуйста, все открыто, но я имею в виду, надо приезжать именно сюда, ради того, чтобы подписать документы, вам не нужно. Докьюсайн такой есть, сервис. Да, да. Такая компания все посылает. Правда, да. Ну, хорошо, знаете, когда ты сидишь и тебе так подробно, есть такие дотошные люди, вот им там все эти бумажечки, им рассказывают, они внимательно слушают. Вы знаете, тайтл-компания, на сегодняшний день, каждая тайтл-компания имеет скайпы, вайберы, я всегда помогу это сделать, я много раз это делала, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. Еще раз я повторяю, вы подписали контракт, вы решились на покупку, у вас есть 10 дней, чтобы это отменить, поэтому это очень помогает сделать первый шаг, знать, что вы защищены. А что же, Ирин, спасибо. Да, я думаю, что... Я хочу ребятам, скажем так, что мы завтра уезжаем, но скайп у нас остается, вы пользуетесь скайпом? Конечно. Все, значит, мы в любой момент сделаем какую-то конференцию живьем. Да, задавайте вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, я напишу веб-сайт, который нашей компании, там очень много всякой информации, только напишите мое имя, что вы со мной работаете, и у меня есть, опять-таки, WhatsApp, Viber, Skype, я вам дам свое... То есть у вас веб-сайт на Брокерич, а там есть форма обратной связи? Абсолютно. Я говорю, пишите имейлы, звоните. Хорошо. Люди звонят, я очень рада, мне очень это приятно было. спасибо. До свидания. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова